Сталенька, а вот отводясь от темы сада, ты знаешь, что Симферополь это, говорят, город-сад? Слушай, я только что испугалась, что наша композиция цветочная, может оказаться на полу. Конечно, я знаю, что город-сад наш и самый зеленый на земле, ну я надеюсь, по крайней мере, в этом. Но а так ли это, я думаю, что нам подтвердит Алла Александровна Паценко, заместитель главы администрации города Симферополя. Но на самом деле мы сегодня будем говорить, обсуждать более масштабную тему. Не сады абсолютно. И межмуниципальное сотрудничество, и я думаю, что по этой теме у нас тоже будет много вопросов. Доброе утро, Алла. Доброе утро. Вопрос не по теме, сразу скажу, но тем не менее, считаете ли вы, что Симферополь это город-сад? Ну, может быть, пока не совсем, но обязательно будет. Спасибо. Я думаю, что этому поспособствует межмуниципальное сотрудничество. Да, а что делается в рамках этого сотрудничества? Давайте начнем с того, что это. Я вот, честно говоря, даже не слышал такого слова. Это не про сады. Нет, не про сады. Это про партнерство с другими городами нашей необъятной родины. На сегодняшний день наш город подписал соглашение о партнерстве с Уфой, Махачкалой, Яшкаралой, Ставрополем, Новокузнецком. Ой, прошу прощения, Новокуйбышевском, Мичуринском, Омском. То есть вот целый ряд городов, с которыми такие у нас соглашения уже подписаны. И это позволяет нам перенимать богатейший опыт, который накоплен уже в этих муниципалитетах. Скажите, пожалуйста, а это вот в советские годы был такой термин «города пообратимы». Это схожее понятие или нет? В общем-то, да. В общем-то, да, понятие схожее, потому что это плотная дружба. И не только в праздничные даты, такие как празднование дня рождения городов, а и в течение всего года, обмен опытом работы и планы очень обширные. После посещения нашего праздника, в июне, когда к нам приехали делегации из городов-партнеров, мы теперь ждем еще и визит из Уфы по культурному обмену наших горожаней. Когда ждем? 27 августа к нам приезжает народный коллектив танца и песни Башкортостана. Немножечко могли увидеть номеров на праздновании дня города. Солисты этого ансамбля у нас были. И на площади Ленина наши горожане могли видеть их выступления. Теперь это будет более масштабно. Они приезжают к нам с небольшим, так назовем, гастрольным туром. И совершенно бесплатно тоже будут для наших симферопольцев концертные программы. Алла Александровна, скажите, а вот мы все говорим, вот мы у них перенимаем опыт. А они у нас чему-нибудь учатся? Учатся, представьте себе, учатся. Вот мы буквально несколько дней назад вернулись из Йошкаралы. Йошкарала праздновала день рождения. Они ровно на 200 лет нас старше. Им исполнилось 435 лет. И они тоже впервые проводили костюмированное шествие, которое подсмотрели у нас. Им очень понравилось. И за столь короткий промежуток времени, вернувшись к себе, они рассказали и трудовые коллективы города поддержали. И был прекрасный, яркий праздник. Костюмированное шествие в Йошкаралет, подобное нашему. Но это мне интересно, кроме культурного такого опыта, вот чем еще обмениваются города? Во-первых, это знакомство с работой коммунальных служб. Потому что там налаженная система уже во многих городах. Перед нами в Омске на дне города. Но и с целью изучения именно опыта работы коммунальных служб был тоже заместитель главы администрации и руководитель МБУ город. Знакомились там именно с этим направлением работы. Это и образовательные программы совместные, обмен опытом в этом направлении. В Йошкарале мы говорили о том, что было бы очень здорово меняться детскими группами. Есть муниципальный лагерь у нас под Судаком, лагерь лесной, который в этом году возобновил свою работу. Есть муниципальный лагерь в Йошкарале. И было бы здорово, если бы ребята могли тоже обмениваться, посещать. То есть очень много направлений, естественно, не только культура. Большое вам спасибо. К сожалению, у нас время беседы подходит к концу. Напоминаем, в гостях у нас пацанка Алла Александровна, заместитель главы администрации города Симферополя. Спасибо большое. И очень радует, что у Симферополя появилось столько старших братьев, которые готовы поделиться своим опытом. И друзей в том числе. Спасибо. Ну, а мы двигаемся дальше.